Друзья, по прекраснейшей традиции я отлайкаю первые 100 комментариев. Есть подозрение, что ставочки это вообще не мой конек. Просто вот буквально 5 минут прошло после того, как Хорватия кикнула Бразилию с чемпионата мира. Во-первых, я поставил ставочку, она, как вы понимаете, не сыграла. А во-вторых, мой Бруно Геморрайш, который я покупал за 284 тысячи и стоил 1 миллион буквально полчаса назад. Сейчас стоит 200 тысяч монет. То есть фактически я в минус ушел. Я купил за 284, сейчас он стоит 200 тысяч. Ну я думаю он немножко еще поднимется, но история максимально печальная. Кто-то может сказать, что это карма, бразильцы дотанцевались, либо это месть за котика. Котиков надо любить и уважать. Но все равно обидно. Обидно за Неймара, обидно за... В целом сборную Бразилии, обидно за мою карточку, обидно за мою ставку. Ну и кстати в матче Голландия-Аргентина я немножко выправил свою черную полосу. Вот, две ставочки зашли. Ну и Браво Ливакович, что за тип, я просто в шоке. Я думаю, что его какой-нибудь топ-клуб должен подписать. Ладно, в общем, сегодня не об этом. 50 паков я нафармил, 80+. Я увидел, что у моего коллеги Генчика Миллера в этом паке упал кумирчик. Я, собственно, решил повторить его успех. Также, друзья, у нас есть сборочка на базовый и среднего кумира 87. Снова попытаем удачу здесь. Ну и друзья, этот непредсказуемый чемпионат мира подходит к своему логическому завершению. Вас ждут полуфинальные матчи. Пока я не знаю, кто там, Аргентина или Голландия выйдет. Я пока еще этот матч не успел посмотреть, но думаю, что Аргентина. Есть такие намеки. Вот, свою, собственно, ставочку вы можете сделать у моих надежных друзей из компании Пари. Вы можете сделать ставку в их мобильном приложении, либо на сайте. Еще не забывайте про крутой бонус. Если вы пройдете верификацию до конца, то получите фрибет в размере 1000 рублей. Всем удачи. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет Пандакоин в описании. Давайте быстренько пройдемся по новым карточкам, которые вышли. Я их еще не смотрел. Джеймс, карточка в заданиях. В принципе, можно выбить. Супер сап неплохой, 98 пейс. Дамсгард. Ничего интересного. Кехрер. 84 пейс. Статки дефа неплохие. Можно заиграть. Рейна. Ну, это шлак для меня, потому что он сапник, у него дефа нет. Гиндузи. А вот это вот неплохая карта. Накидываешь ему тень и побежал. Все статы 80+. Кунде. Карточка выглядит очень неплохо. Кубо. Где-то был братан, когда я записывал Викендигу с японцами. Камовинго. Тоже выглядит как неплохой чувак. А, нет. Нигулингенг. У него 73 шутинг. Но при этом у него статки примерно как у Виры. А может где-то даже и покруче. Хакими. Очень достойные статки. Прикольная карта. Тоже можно было бы поймать. Сака. Ну, вроде неплохо, а вроде как-то скучновато. Эдер Милита. Вот это, блядь, статы. 87 пейс, 88 деф. 86 физух. Карта очень крутая. Еще лэнхи имеется. Кидаешь якоря и побежал. Педри. Ну, соу-соу. Разве что если тень накинуть. Великий финишер из Аргентины. 89 рейтинг. 86 пейс совсем хуево. Что так мало накинули, вообще не понимаю. Могли бы до 90 дожать. Так, Биллингем. Вот это вот действительно топ карта. Все статы 80+. Опять же, накидываешь тень и побежал. Ну и самая топовая карточка в текущем промо. Как я понимаю, Рафаэль Ляо. 91 рейтинг. Выглядит достойно. Надеюсь, кого-нибудь поймаю, друзья. Полетели. 50 паков, 80+. Мне нужен рейтинг для сборки кумирам. Нужно кинуть себе топовые ребята. С хорошим рейтингом. Опа. Это хороший волкаут. Германия. Сопник, давай. Кимих. Идеально. 89 рейт. Так. Еще один волкаут. Пошел влево. Больше. Левандовский нет. Это счастливый 86 рейтинг. Ну ладно, пойдет. В принципе, я не так много требую. Всего лишь накидать мне рейтинга. Для нового кумира мой основной состав. Так. Еще один волкаут. Слушайте, нормально так сыплет Германия. Вратарь. Нойер. Нет, это трап. Жаль. Набор стран участниц четверть финалов. Что это такое? Ну, пак шикарный, я считаю. 83 рейтинг максимальный. Опа. Еще один волкаут. Но это обычная карта. Тут по умолчанию еще выпустить не может. Боже. Какой сратый волкаут. Дайте мне уже новую карту. 20 паков осталось. Будет совсем печально, если мне не упадет ни одна карта из нового. Промо. И она падает, друзья. Кто? Так. Я думал Джеймс в заданиях. 85 рейтинг. Ну, ладно. Спасибо, что хотя бы надежду дали на что-то хорошее. Не могу сказать, что я очень сильно счастлив. Статы, по сути, кроме пейса ничем не выделяются. Удар такой себе. Передач нет. Дриблинг всратый. Физуха тоже. Для какой позиции эта карта? Хрен его знает. У меня в голове только одна. Супер сап. Так. Еще один волкаут. Англия. Ну, это тренд, скорее всего, да. Ну, братан. Ахера ты мне выпал. Я только начал забывать о том, что я мог налутать миллион. Смотрит, улыбится и напоминает о том, что я тут еще долбоеб, блядь. Сука, мог замелелаться. Ну, и на сладенькое. Большой набор редких игроков. 84+. И здесь нам падает лучший пенальтист планеты. Серхи Бузкетс. Ладно, давайте один пак за полтос откроем. Есть чуйка, что здесь будет что-то невероятное. Ну, да. Кстати, удивительная статистика. Я вскрыл уже миллион паков с этими ворлкаповскими пиками. 1107 игроков. И ни разу я не видел Мбаппе. То есть, чисто теоретически, я даже не могу поиграть за эту карту. Потому что не дают Мбаппе. Ну, и, кстати, после записи видеоролика я еще немножко пощелкал пакцы. Мне упали еще две новые карточки из нового промо. Первый типчик выглядит так себе. Ну, а второй более-менее. Его можно было бы даже в основке заиграть. Но ЦЗшники у меня уже все заняты. Так, ну что. Такая вот сборочка улетает у нас на кумирчика. Гнабри отличный рейтинг. Так, всем рекомендую собрать. Стараемся сейчас выловить очередную легенду в мой основной состав. Интрига состоит в том, будет ли это очередной англичанин. Ну, вообще, я провел интересную параллель. В прошлом сезоне мне в кумирах постоянно итальянцы падали. Итальянцы выиграли евро. В этом сезоне мне постоянно падают англичане. Сами понимаете, к чему я веду. Да, мне при этом и падают испанцы в этой части FIFA. Но я делаю акцент именно на кумирах. Потому что итальянцы мне постоянно сыпались именно в кумирах. Так, первую стадию мы прошли. Это не дубликат. Что, естественно, является хорошим знаком. Я не буду смотреть сразу на англичан, чтобы не рушить все интригу. Я начну с португальцев. Это не французы. Нидерланды. Блядь, этот кровь меня постоянно пугает. Аргентина? Стена? Нет. Вот немцы. Там много говна. Нет. Бля, Испания. Там вообще стена полнейшая. К счастью нет. Ну, итальянцы, да. Вспоминал я про вас. Вот и навспоминался. Коноваром. Блядь, ну я просто вот секунду назад вспомнил про итальянцев. Ну вот кто мне за язык стянул, блядь, короче. Вы поняли. Сука, Коноваром, блядь, ебаный. Слушайте, на самом деле все не так уж и плохо. Метр семьдесят шесть, это, конечно, печально. Но при этом у него хороший пейс. Хорошая защита от девяносто. Ну, и физуха, конечно, не предел мечтаний. Восемьдесят три сила. Я, конечно, его затестирую, но что-то мне кажется без шансов. Ну, типа, тут у меня Рикардо Карвальо, который практически по всем параметрам круче. И Рио Фердиант. Ну и на данном этапе, друзья, какая у меня статистика. Шесть собранных кумира. Четыре англичанина. Один итальянец. Ну и, собственно, Пушкаш. Самая топовая карта. И если отсортировать говно, откровенное, вот так вот сделаем. Ну, типа Ширер и Сколстад. Кровенное говно. Коновара это что-то пограничное. Ну и три чувака в основу. Я считаю, что это довольно-таки неплохая статистика на данном этапе. Но всегда есть к чему стремиться. Через три дня снова выкатят у нас очередную сборочку на кумира. И там, я надеюсь, мне уже повезет. Ну и, кстати, отыграл несколько матчей за Коновара в отборах фут-чемпионс. И, в принципе, неплохой добротный защитник. Рост не сильно сказывался. Поэтому его вполне себе можно заиграть в основе. Ладно, друзья. Такой вот видеоролик получился. Надеюсь, вам понравилось. С вами я был Пандос и Фиксович. Всем хорошего настроения. Чао-какао. Продолжение следует...